подождем пока все соберутся так я пока разберусь с теми слайдами которые я вам хочу показать так 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 вы присоединяйтесь потихонечку я представлюсь сейчас мой первый слайд загрузим немножко по формату не подходит давайте я представлюсь меня зовут жигулина ирина я врач генетики европейского медицинского центра сегодня мы с вами поговорим о генетических исследованиях которые целесообразно и в том числе не целесообразно сдавать при планировании семьи скажите вы меня нормально слышите хорошо потому что у меня есть сомнения все хорошо наверное да мы пару минут еще подождем пока все соберутся кто хотел посмотреть наш эфир и расскажу немножко о том о чем мы будем сегодня говорить мы поговорим о некоторых лабораторных методах которые применяются в генетике для исследования тех или иных мутаций я вам покажу наглядные графики свежих исследований 20 года в отношении как раз таки скринингов при планировании беременности вы не путайте и скрининги во время беременности да а есть скрининги до беременности на наследственные заболевания мы сейчас поговорим лишь о том что касается того периода который до беременности поэтому ну или некоторые сдают эти тесты во время беременности но все таки они относятся к тестам которые лучше делать до зачатия я думаю что у нас там по времени давайте еще минутку подождем вот что было красиво 1303 и начнем с вами мы с где-то 45 минут пообщаемся на на тему именно на моей лекции и вы можете задавать вопросы я в конце на них обязательно отвечу поэтому вы можете этим воспользоваться здесь так можно да вот да вопросы я потом посмотрю поэтому лучше не в комментариях да как все пишут а где вопросики вот ну хорошо я думаю можно потихонечку начинать я вам буду здесь выбирать всякие полезные интересные слайды да что ж такое ну ладно ну давайте вот так будет тогда у нас генетика начала я открою вам хорошую картинку она показывает устройство в принципе нашего генетического материала немножко мы забежим здесь забежим назад так как вы наверняка и так знаете все о том как устроен наш геном но это нам понадобится для как раз таки обсуждения уже конкретных тестов исследований в практически каждая клетка нашего организма содержит ядро да это вот та самая красная такая картинка да с слева от экрана и внутри ядра в каждой клетке находится у нас наш генетический материал то есть молекула днк и она у нас запакована компактно в виде хромосом и если мы углубляемся да внутрь еще хромосом то там уже конечно мы видим ту самую двуспиральную цепочку днк в которой записана информация о наших генах вот то есть соответственно есть разные способы исследовать нашу днк то есть мы можем исследовать как вот эту зелененькую часть до цепочку днк напрямую гены также мы можем исследовать хромосомы то есть более компактно скомпонованный генетический материал собственно говоря мы об этом сейчас и поговорим дальше хорошо как раз таки поговорим мы о том какие вообще тесты могут быть назначены врачом например так ладно пусть вас картинка не отвлекает вот так пока ставим например во всем развитом мире как вообще где и когда впервые вы должны задуматься о том что вам нужно сдать какую-то генетику да там при планировании беременности обычно об этом никто не знает и мало кто самостоятельно этот вопрос изучает ну кроме вас дорогие зрители обычно это должно происходить следующим образом на приеме у врача-гинеколога когда женщина приходит на плановые осмотры врач должен спросить планируете ли вы беременность или допускаете ли вы возможность беременности до желательной ближайшие пару лет то есть если женщина отверждет отвечает утвердительно да то врач ненавязчиво говорит о том что можно протестироваться на носительство определенных наследственных заболеваний то есть сдать генетические исследования которые помогут понять находится ли ваша конкретная семья до мужчиной в группе повышенного риска по распространенным наследственным заболеванием и таким образом дать паре но это называется на английском как репродуктив репродуктивная такая автон автономность то есть дать возможность принимать решения взвешенные основанные на конкретных собственных рисках то есть случае если высокий риск чтобы пара могла принять взвешенные решения вот зачастую мы сталкиваемся с тем что никто такие исследования не назначает даже если мы говорим о вспомогательных репродуктивных технологиях там и кое так далее то есть мало кто из докторов рекомендует делать такие тесты в россии это связано наверное с тем что такие тесты никогда не покрываются ни страховкой никем то есть это пациенты сдают за свой счет всегда это важно сказать и многие врачи как бы желают сэкономить или не хотят как-то навязывать может быть считая это лишним но вообще американское общество репродукции человека и американский колледж генетики человека рекомендуют конечно же скрининг генетический всем популяциям я об этом позже расскажу то есть эти исследования они рекомендованы всем просто вопрос опять же того насколько привыкли мы к ним или нет поехали дальше пока меня что-то унесло что мы можем исследовать первое что мы можем исследовать это так называемый кариотип то есть так выглядят наши хромосомы под микроскопом у нас с вами две первые хромосомы две вторые две трети и так далее всего двадцать три пары здесь вы их видите это настоящие живые ну скажем так уже не очень живые но это настоящие хромосомы человека и исследование кариотипа ну вообще не входит в стандартный какой-то набор обследования перед планированием семьи обычно его назначают тем семьям тем парам которые столкнулись с какими-то уже проблемами например невынашивание да то есть уже проблемы с беременностью поэтому всем подряд вот это исследование пока что делать не рекомендовано то есть этого нигде нету но я вам буду рассказывать о разных методах расскажу вам немножечко о том как мы можем наследовать те или иные заболевания да которые передаются нам от родителей вокруг этого существует очень много заблуждений мне часто пишут а правда это заболевание передается через поколение на только через поколение то через два поколения то есть какие-то очень заумные схемы на самом деле здесь все проще чем вам кажется в генетике есть вот у меня к сожалению так будем показывать те слайды которые хорошо будут отображаться здесь в основном заболевание наследственное относится к аутосомно-рецессивному типу наследования то есть здесь вы видите наверху до две пары хромосом в одной из пар красненьким отмечена мутация то есть этот эти люди здоровые носители каких-то мутаций то есть у нас есть как я вам показала на живых хромосомах две пары хромосом и соответственно все те же самые гены на одной копии хромосомы от мамы и те же самые гены на другой хромосомы от папы и в одной копии гена из двух у нас может быть мутации то есть некоторые называют это такими надломленными генами что в принципе удобно для понимания и если у нас один ген надломлен а то для нас это не представляет абсолютно никакой опасности мы с вами живем несмотря на то что эта мутация может вызывать что-то очень очень серьезное или даже смертельное наследственное заболевание вот поэтому мы все можем быть носителями определенных наследственных заболеваний чуть позже я вам расскажу статистику она меня тоже несколько удивило именно вот 20 года исследования были раньше она была немножко занижена сейчас как бы собралось больше данных и оказалось что носители гораздо больше в среднем и смотрите что случается если два носителя встречаются в их половые клетки хромосомы расходятся да в наших яйцеклетках и сперматозоидах содержится половинный набор хромосом и соответственно яйцеклетку условно говоря может уйти нормальная хромосома либо вот хромосома надломленная скажем так и если две такие половые клетки встретиться да с и от мамы и от папы где плохая копия гена скажем так то тогда это здесь в правом нижнем углу до ребенок может унаследовать две поломанные копии гены тогда он рождается с наследственным заболеванием с рецессивным наследственным заболеванием и такой шанс составляет 25 процентов один к четырем для каждой беременности в этой паре и конечно же 75 процентов вероятность того что все будет хорошо что родятся здоровые дети это как раз все те что левее да от варианта где две красненькие копии гена то есть дети могут быть либо вообще здоровыми носителями как родители либо унаследовать копии гена без мутации то есть не быть даже носителями вот поэтому считается что все равно что риск один к четырем очень высокий это правда высокий риск и поэтому забегая так вперед скажу что в отношении некоторых заболеваний имеет смысл тестироваться конечно же до беременности чтобы это было комфортно морально всем участникам процесса чтобы врач не спешил до лаборатория все равно не сможет сделать эти тесты быстрее чем в среднем и конечно же чтобы родители могли принять взвешенное решение о способе до деторождения в зависимости от того что за мутация что заболевание и так далее ну поехали дальше есть еще сцепленный с полом тип наследования это когда чаще всего x сцепленное наследование сцепленное с х хромосомой например да вы знаете что у мужчин x и y половые хромосомы у женщин xx и у женщин одна x хромосома она случайным образом в организме инактивируется то есть чтобы условно говоря чтобы у нас с мужчинами была примерно одинаковая доза генов с x хромосомы поэтому нас она выключается и женщины например носители какого-то заболевания сцепленного с полом часто не имеют вообще никаких проявлений например самым распространенным известным типом является гемофилия и поэтому женщины являются здоровыми носителями мальчики 50 процентов мальчиков могут болеть как раз здесь это тоже нарисовано вы видите да что если от мамы мальчик наследует скажем так вот эту плохую хромосому то он болеет если хорошую то он здоровый тут два всего лишь варианта для мальчиков а девочки могут быть если отец конечно же здоров полностью здоровыми или здоровыми носительницами вот но мы сегодня меньше будем касаться практически наверное не будем касаться именно таких деталей типов наследования будем в основном о рецессивных говорить типах наследования но просто знаете что их много бывает так дальше типы мутаций пробежимся вскользь я не знаю насколько у меня будет будут слайды вам видны мутации в нашей молекуле днк они могут быть абсолютно разными то есть немножко напомню да наши днк записаны четырьмя буквами то есть можем это сравнивать с текстом at gc и по аналоги с текстом могут быть разные опечатки ошибки в этом тексте могут быть замена одной буквы на другую что чаще всего происходит у всех во время набора текста с телефона даже и более такие грубые ошибки это вставки лишние или делиться и удаление участков днк здесь у меня конечно не только мутации в генах но и мутации в хромосомах это тоже бывает такие вещи опять же всем здоровым людям это не нужно делать это только тем у кого есть какие-то семейные истории да или история с выкидышами так далее так я иностранные слова говорю извините я я по-моему все перевожу вот вроде бы на русском говорю хорошо и здесь как раз таки часть слайда видна моего где я пыталась объяснить как замена одной буквы на другую может повлиять на сам белок здесь как раз таки здесь у нас как раз последовательность днк пусть это например будет ген cftr мы дальше о нем будем говорить это ген который связан с заболеванием муковицидоз и одна замена одной буквы на другую приводит к тому что у нас вместо одной аминокислоты белки теперь другая и с этой другой аминокислотой белок может стать менее функциональным и работать хуже бывают мутации которые можно представить на этой же картинке то есть тоже произошла замена одной буквы на другую но вместо аминокислоты образовался так называемый стопкодон это своего рода знак припинания в днк это точка то есть после нее на вот здесь такой внизу оранжевый квадратик который здесь отображен как другая аминокислота но случае стопкодона на этом месте то есть днк синтез белка останавливается то есть это будет король короткий нерабочий белок если вдруг образуется такой вот стопкодон то есть это более серьезные мутации которые вызывают более серьезные клинические проявления то есть как казалось бы да одна буква заменилась и какие разные бывают последствия тяжесть заболевания в том числе может быть разные в зависимости от мутации и бывают вот такие мутации мы тоже об этом поговорим например здесь конкретное заболевание это спинальная мышечная атрофия я об этом очень много говорю где есть ген голубым цветом выделено сам в самом верху и есть его практически идентичная копия псевдоген называется их отличает всего лишь одна буква в днк одна буква и соответственно его псевдогена не образуется функциональный белок то есть вот эта одна буква всего лишь да казалось бы привела к тому что с геном ничего не образуется то есть он дефективный псевдоген а с работающего гена образуется нужный нам белок который участвует в грубо говоря в передачи нервного импульса вот спинного мозга к мышцам и представляете что у нас есть гены псевдоген такие два можно сказать близнеца и нам нужно найти мутацию именно в первом работающем гене здесь могут быть сложности потому что вот этот ген который называется псевдогеном он настолько похожи что он нам может путать картой то есть он нам может давать какие-то ложные результаты какие-то неоднозначные результаты поэтому опять же есть разные методы исследования тоже мы о них поговорим которые предназначены для поиска разного типа мутаций и что касается лабораторных методов то сразу вам скажу что пока что не существует такого одного единого генетического теста который бы вам говорил рассказал бы вот вообще абсолютно все то есть относительно каких заболеваний вот вообще вы можете быть то есть пока что такого не существует но есть тесты которые выявляют чуть больше чуть меньше одни мутации чуть лучше другие чуть хуже и так далее так сейчас я вам сразу просто покажу так ну вот есть секвенирование например по ценгеру это тот метод лабораторный которым в принципе было прочитано днк человека в начале двухтысячных то есть когда открыли 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 да прочитали геном человека этим методом мы обычно все таки подтверждаем мутации которые мы находим в ходе скрининговых разных тестирований чтобы уже убедиться в том мутации есть все таки или нет есть секвенирование уже следующего поколения здесь вам пыталась тоже показать как это выглядит здесь днк вы видите кусочки днк нарезаны на мелкие фрагменты и считываются каждый этот кусочек по много-многу раз и такой голубой линии показано сколько раз считалась одна и та же точка в геноме в участке гена какого-то и мы можем достоверно сказать есть ли мутация вот в этом конкретном участке или нету это как раз секвенирование нового поколения и есть метод генотипирования на днк микрочипах да это метод который применяется для поиска огромного количества мутаций но не всех генов то есть от а до я а уже заведомо известных мутаций которые мы хотим проверить в этих генах вот то есть разные бывают методы и у всех у них разные плюсы и разные не сказать минусы всегда у всех есть плюсы есть ограничения ограничение обычно не очень целом похоже на самом деле что касается нашей теме подготовки беременности наконец-то вот мы здесь сейчас самое будет полезная скажем так информация я надеюсь вы уже не обращаете внимание на то что слайды у меня тут немножко поехали считается что каждый человек является здоровым носителем от одной до десяти мутаций связанных с наследственными заболеваниями то есть я например если сделаю самый расширенный тест например секвенирование до нового поколения нгс себе все гены себе проверю у меня будет у меня будет например пять десять мутаций и соответственно у моего супруга такая же может быть история то есть и здесь как вы помните из первого из первых моих слайдов да что сейчас я вам даже найду постараюсь нет я у меня тут вот здесь слайда есть вот да то есть если оба супруга носители мы называем супругами здесь нам не важен там штамп в паспорте просто так удобно люди которые у которых будут дети если оба супруга носителя одного и того же заболевания рецессивного то здесь риск 25 процентов что может родиться тяжело больной ребенок поэтому в зависимости от того какой будет объем тестирование то есть чем больше мы будем исследовать генов чем больше мы будем исследовать мутаций тем выше вероятность того что найдутся мутации по которым вы совпадаете с вашей второй половиной с которым вы планируете беременность не сказать что это плохо я как генетик скорее к этому знанию отношусь положительно поскольку большая часть наследственных заболеваний генетических не лечится это очень тяжело для семьи как моральном так и финансовом плане поэтому если есть возможность принять решение до способе деторождения заранее до чтобы снизить все таки риск рождения больного ребенка то этот инструмент он поможет дать вот эти ответы и рекомендации уж конкретной паре здесь как раз слайд ну в принципе более-менее его видно как раз таки показывающий сколько процентов людей имеет хотя бы одно рецессивное заболевание то есть имеет статус насильства хотя бы одного рецессивного заболевания в зависимости от того сколько этих заболеваний было проверено то есть по линии ординат у нас верхняя граница это по моему там 700 заболеваний то есть считается что у людей которые проверялись там на 700 заболеваний где-то 90 процентов имеют хотя бы одно носительство вот чем меньше мы тестируем то есть если заболевание мы тестируем например 100 или 200-300 то это где-то пять процентов ну пять десять процентов может быть так дальше вот этот слайд мне особенно нравится как раз таки вот эти свежие данные которыми я хотела с вами поделиться здесь у нас мы видим что сколько процентов пар совпадают по наследственным мутациям в зависимости от того сколько заболеваний было проверено то есть чем больше мы исследуем тем больше вероятность того что мы с супругом например совпадем по поломка в генах так вот считается что где-то шестнадцать с половиной процентов пар имеют общие мутации если мы проверяем их больше чем на 500 наследственных заболеваний то есть если мы говорим о больших расширенных панелях скрининговых вот чем меньше исследований чем меньше заболеваний исследовано тем меньше вот этот процент совпадения то есть если на 100 на 200 на 300 то я в прошлом слайде немножко ошиблась это в этом случае где-то пять процентов совпадает по мутациям то есть у пяти процентов то есть у пяти пар из ста при большом скрининге есть совпадения связанные с наследственными заболеваниями вот то есть это достаточно распространенная все-таки вещь объясню сейчас какие бывают виды скрининга то есть конечно же нет такой рекомендации пока что всем делать большие-большие панели нет этой рекомендации по одной такой простой причине эти панели дорого стоят вот то есть все считают деньги когда мы говорим о рекомендациях там национальных обществ различных то конечно же они должны быть как говорится кост-эффектив то есть должны должны быть выгодными государства которые это чаще всего оплачивает или страховкам вот поэтому есть пока что рекомендации в виде этно-специфических скринингов этно-специфические скрининги это грубо говоря скрининги для той популяции которой вы принадлежите то есть я например европейка вот мне подходит скрининг который соответственно создан для европейцев всем европейцам абсолютно рекомендовано тестирование на два заболевания это муковисцидоз и спинальная мышечная атрофия которой мы так немножко вскользь с вами поговорили то есть считается что каждый двадцать пятый человек у нас является здоровым носителем то есть имеет одну копию надломленным с надломленным вот этим геном это достаточно много это часто и эти заболевания достаточно тяжелые то есть муковисцидоз это заболевание при котором нарушается ток ионов натрия и хлора через вот эти ионные каналы которые есть практически во всех клетках органах нашего организма но в основном повреждаются легкие кишечник поджелудочная железа потому что в наших легких бронхах есть слизь которая как раз таки становится такой вязкой благодаря правильному содержанию в ней ионов натрия и хлора если нарушается образование ток этих ионов то слизь становится вязкой и такие люди такие дети даже рождаются и у них возникают проблемы с отхождением мокроты то есть такие дети испытывают постоянные пневмонии о тактике скрининга чуть дальше будет как раз вопросы я вам подробно в картинках расскажу как может быть вот и второе заболевание спинальная мышечная атрофия я лично его считаю одним из самых тяжелых и моральных и физических заболеваний наследственных поскольку человек с такой с такими мутациями в гении SMN1 рождается с интеллектуально сохранным то есть интеллект не страдает то есть ребенок интеллектуально развивается как все как обычно но при этом теряется способность движений то есть начиная с ног заканчивая мышцами диафрагмы то есть такой ребенок к сожалению рано или поздно придет к тому что ему потребуется искусственная вентиляция легких ну грубо говоря пожизненно поэтому это очень тяжело и это заболевание очень частое поэтому вот на эти два состояния рекомендован скрининг абсолютно всем есть заболевание еще для других популяций например для евреев ашкинази да тут самая частая болезнь это болезнь болезнь накопления связанная с как раз таки интеллектуальным дефицитом то есть это выраженная как мы по-русски говорим умственная отсталость и это часто бывают порезы то есть это инвалидное кресло среди популяции евреев ашкинази это европейские евреи то есть там есть множество мутаций которые рекомендовано тестировать это связано с историческими особенностями да длительной такой изоляции этой популяции и все-таки есть такое понятие как ассортативные браки то есть мы это можем назвать близкородственными ну вот там кузыны 2-3 поколения у них уже считаются как бы такими далекими родственниками с которыми можно планировать детей но с точки зрения генетики все-таки это повышает риск того что два человека с одной и той же мутацией могут встретиться поэтому если вы знаете о своих еврейских корнях то вот этот базовый скрининг он может быть расширен просто из-за большего количества мутаций и есть скрининг который показан людям выходцам из средиземноморского да региона то есть это Южная Европа это наша Армения Грузия вот то есть наши да тоже теплые теплые кавказские регионы вот там свои мутации там может быть и бета-толосемия альфа-толосемия серповидно-клеточная анемия это может быть средиземноморская лихорадка вот то есть есть тоже свои особенности то есть среди разных популяций встречаются чуть чаще те или иные наследственные заболевания об этом кстати я тоже рассказывал мне серия постов губительные или спасительные мутации я рассказываю о том почему они закрепились то есть что это было действительно эволюционно оправдано позволяло нам выжить при определенных да там катаклизмах при определенных инфекциях и так далее то есть но сейчас конечно современному человеку эти мутации уже не нужны то есть для того чтобы выжить по сути нам бы лучше от них избавиться и ну что касается таких этических рассуждений да как вы уже поняли из моего такого небольшого экскурсов эти скрининги что есть популяции у которых чуть больше генетическая нагрузка то есть там больше мутаций и считается что с точки зрения этики ну вроде как может быть ущемление да определенных этнических групп что вот у одних мутаций больше у других меньше что одни хорошие другие плохие поэтому сейчас активно обсуждается применение расширенных генетических скринингов для всех чтобы всем рекомендовать просто расширенную панель вне зависимости от этноса то есть не так как ой у вас есть в роду еврея ашкеназия давайте-ка мы вам сделаем расширенную ой а вы европейцы давайте мы вам сделаем базовую панель то есть на самом деле это не совсем оправданно потому что даже у европейцев может найтись гораздо больше мутаций и сейчас уже до конца мы не можем быть уверены что у нас не найдется мутаций например которые часто встречаются у евреев ашкеназии просто потому что мы плохо даже знаем собственную историю историю своего своего рода вот поэтому я как генетик конечно считаю расширенным скрининг расширенный скрининг это наше ну можно сказать и настоящее и будущее потому что это решает и этические проблемы и позволит выявить большее количество пар у которых могут родиться больные дети то есть это большая помощь будет чем короткие небольшие панельки итак какая может быть тактика как я уже сказала обычно женщины инициируют все эти обследования потому что ну потому что так это принято у нас то есть женщина начинает с себя сдает там гинекологические разные анализы и может сдать генетику то есть женщина может сдать например базовый или этноспецифический скрининг например на муковицидоз и спинальную мышечную атрофию мужчина в зависимости от результатов тоже может сделать исследование на то заболевание которое выявилось у женщины вот то есть это такая самая финансово щадящая тактика то есть когда мы только исследуем только самый минимум ну даже самый минимум это лучше чем ничего второй вариант женщина сдает у нас расширенный скрининг разными методами да может быть и NGS секвенирование как раз исследование мутации на чипах и мужчина сдает тест только на те заболевания которые выявились у женщины вот здесь вот эта тактика всем кажется идеальной ну то есть такое ощущение что тратится деньги ну грубо говоря только на один тест а мужчина там в общем что-нибудь да сдаст но если мы опять же вернемся немножко как моему слайду по статистике если женщина делает расширенный скрининг у нее одно заболевание точно есть а в среднем так может быть пять десять наследственных выявленных наследственных рецессивных мутаций и что мужчина должен тогда проверяться то есть исследовать не точечно ту же самую мутацию в том же самом гене который поврежден а он должен исследовать уже у себя весь ген потому что нам важно совпадение мутаций в генах а не конкретные точки чтобы совпадали поэтому в этом случае мужчине нужно секвенировать например по сенгеру те гены которые выявлены у женщины и здесь мы попадаем в такую ловушку стоимость этих исследований то есть например ну расширенное тестирование NGS секвенирование в среднем стоит пока что ну тысяч сорок пять а NGS точнее секвенирование по сенгеру отдельного гена стоит где-то двадцать тысяч а если у женщины было пять мутаций это уже сто тысяч поэтому здесь как бы это экономически не очень может быть целесообразно тогда мужчине лучше сдать тоже расширенное тестирование вот и по сенгеру уже у себя не проверять ничего то есть потому что это будет не совсем выгодно вот это вот такая тактика хороша только для тех у кого там одна мутация максимум две и которые являются очень частыми и где по сути ген весь не нужно секвенировать то есть где за заболевание ответственны там одна-две мутации в девяносто пяти процентах случаев в нашей например популяции тогда да тогда этот тест вот такая тактика она кажется хорошая она и мне на самом деле очень близкая потому что по себе знаю мужчин тяжело вообще затащить на какие-либо исследования вот особенно генетические вот они начинают говорить да у нас и зачем ты придумываешь все рожали и так далее все здоровы откуда ты это берешь ты там насмотрелась да только к сожалению мужчины мало знают что-либо о детях инвалидах о детях с наследственной патологией потому что они этого если это не мужчины врачи они этого вообще не видят вот да кто-то со мной уже разговаривал конечно так вот поэтому такая тактика кажется ну обоснованной и экономически тоже ну достаточно щадящей грубо говоря это стоимость расширенного скрининга для одного человека а дальше уже ну как пойдет по результатам так окей пока что а и третий вариант это когда и мужчина и женщина идеальный вариант это вот это наше будущее мне так кажется когда все могут задавать расширенные скрининги когда это будет стоить достаточно комфортную сумму денег чтобы можно было взять и сделать эти тесты и тогда мы можем параллельно исследовать даже с точки зрения биоинформатического анализа то есть когда человек биоинформатик проверяют условно говоря ДНК двух людей нам важны любые совпадения в генах у этих двух людей которые планируют детей и биоинформатик тогда в этом случае может параллельно посмотреть даже более редкие какие-то мутации то есть сделать все-таки более точный анализ именно этой пары вот и конечно здесь это кажется более идеальным тестом в плане выявления риска вот что относится к расширенным скринингам да расширенное это все что не точечное то есть точечно мы проверили здесь например этнические скрининги муковисцидоз спинальную мышечную атрофию вот и все что уже больше чем вот эти этнические скрининги то считается уже расширенным поэтому я даже всегда рекомендую чуть более расширенное чем базовое исследование потому что даже у нас европейцев например каждый пятнадцатый двадцатый человек является носителем например врожденной глухоты это тоже рецессивное заболевание но в Европе в развитой Европе его уже так не очень считают прямо заболеванием поэтому обсуждают варианты что на него даже можно уже как бы не тестироваться потому что слух можно вернуть некоторым большей части людей с этими мутациями ну и как бы вот этически вроде как уже с под сомнения если мы говорим про Россию то у нас пока ситуация здесь далеко не всем доступны эти исследования не всем доступно раннее выявление нарушения слуха то есть часто родители например из неблагоприятных не очень развитых регионов обращаются с ребенком которому уже может быть больше трех лет что он не разговаривает что у него какие-то странные странное поведение да по типу там аутизма или еще что-то мы делаем анализ он не слышит с рождения то есть вот такие вещи да в Европе выявляются прекрасно у нас если говорить не только Москва да мы не забывайте что Россия это не только Москва а и Санкт-Петербург или да миллионники есть еще обычные города где медицина не такая развитая вот то есть часто это может быть пропущено вот поэтому я рекомендую тоже тестировать на врожденную глухоту и на фенилкетонурию тоже одно из самых частых наследственных нарушений обмена аминокислот в данном случае фенилаланина вот которая если пропустить в детстве да в раннем после рождения давать молоко грудное то здесь наступает необратимое изменение головного мозга то есть потеря интеллекта вот если вовремя вмешаться и не давать продукты с содержанием высоким содержанием фенилаланина то мы можем сохранить интеллект и ребенок будет развиваться нормально но есть еще неонатальные скрининги мы сегодня это пока пропускаем не успеем обо всем поговорить вот и часто меня спрашивают ну хорошо вот мы выявим это что у нас есть совпадение что нам теперь расходиться нам что теперь детей не иметь как бы вот так ну нет конечно неужели генетика у вас до сих пор ассоциируется с какой-то карательной такой медициной что врач скажет а вам нельзя теперь иметь детей нет конечно же не так это как раз как я говорила репродуктивная автономность то есть вы можете принимать решения взвешенно учитывая ваши риски не то что вы закрываете глаза так я ничего не буду тестировать как повезет вот буду очень сильно надеяться в основном людям везет вот большей части но кому-то абсолютно случайным образом это может быть и богатые люди бедные и умные и глупые может не повезти и может родиться ребенок с рецессивным заболеванием и здесь мы говорим о том что есть способы ну пока что не генного там редактирования мы не можем изменить гены но мы можем повысить шанс рождения здорового ребенка то есть есть первый вариант такой когда планируется беременность ну обычным способом просто заберемененем или нет и уже во время беременности будем тестировать больной или там плод или нет это конечно такой способ ну можно сказать самый экономически выгодный потому что здесь особых затрат нету но здесь стоит большой вопрос морального выбора потому что если там больной ребенок то это выбор продолжать беременность или ее прерывать могу сказать что это очень психотравмирующая вообще период в жизни особенно женщины и можно еще очень долго приходить в себя после такого поэтому ну это зависит от индивидуальной психики человека насколько он способен да такие решения принимать и насколько для него это будет комфортно скажем так и второй вариант это когда мы исследуем эмбрионы то есть мы идем на ЭКО не из-за того что бесплодие а идем на ЭКО чтобы появились эмбрионы которые мы можем исследовать то есть женщины еще не беременны а мы уже делаем забор клеточек в данном случае вот на слайде они нарисованы клетки внешней оболочки эмбриона которые формируют в будущем плаценту вот эти клеточки которые внутри их никто не трогает это внутренняя клеточная масса называется будущее плод человечек вот эти клетки никто не трогает поэтому здесь можно еще до беременности понять какой эмбрион будет здоров, какой болен. И заранее, зная эту информацию, перенести для беременности женщине в полость матки только тот эмбрион, который здоровый. Это называется преимплантационное генетическое тестирование на моногенные заболевания. Надеюсь, понятно. Ну, или PGT-M. Вот. То есть, если заболевание тяжелое, да, и вы понимаете, что прерывать беременность морально будет для вас это очень тяжело, то это выход действительно в такой паре. То есть, сделать такое исследование и уже с первых недель беременности знать, что там ребенок без вот этого тяжелого наследственного заболевания. Ну, вот, да, соответственно, мы их можем выявить, да, какие плохие, какие хорошие, какие рекомендованы к переносу, какие нет. И мы с вами поговорили так о немножко вот этой части, связанной с наследственными заболеваниями. Давайте я вам немножко его резюмирую. Есть разные тесты. Есть, да, так как я сегодня говорю с аккаунта Атлас, есть тест у Атласа, который, помимо всех прочих признаков, показывает статус носительства наследственных заболеваний. этот тест, он исполняется методом ДНК генотипирования на чипах. То есть там где-то около 700 тысяч точек, которые исследуются. И достаточно большое количество генетических наследственных заболеваний. Что мне нравится в этом тесте, что тут есть частые мутации, даже и более редкие, в муковицидозе. Это первое, что вообще европейцам всем надо знать. Это фенилкетонурия, это глухота. И есть уже более специфические заболевания для других популяций. Сейчас пока что про европейцев, потому что время потихонечку у нас подходит к концу, чтобы еще вопросы успеть. И много других заболеваний, которые выявляются чуть реже. Вот в основном мы говорим, когда я консультирую пациентов, мы говорим о муковицидозе, о фенилкетонурии, о глухоте. Самое частое. И эти мутации, конечно же, рекомендовано проверить методом секвенирования по Сенгеру, но, опять же, это такой генетический наш алгоритм, если мы в ближайшее время прямо планируем семью. В целом, конечно, точность теста, она очень высокая, и этим результатам можно доверять. Да, я имею в виду общий тест Атласа, коробочный тест. Там как раз-таки вот эти основные мутации, которые, в принципе, нужно знать, есть. Вот для всех, для всех тестов является исключением одно заболевание. Это спинальная мышечная атрофия. Оно не входит вообще ни в один тест, даже в НГС секвенирование всех генов. То есть просто его, вы запомните, всегда нужно сдавать отдельно. Поэтому в данном случае в тесте его быть просто не может чисто технически. То есть это ограничение метода. Поэтому спинальную мышечную атрофию проверяйте отдельно. Здесь важно выявлять именно статус носительства. Это важно, потому что разные лаборатории разные предлагают услуги. Вот. Поэтому, если вы планируете семью, сдали тест Атласа, и у вас там ничего нету, то, условно говоря, если вы европейец, доздайте только спинальную мышечную атрофию, и, в принципе, всё хорошо. Если вы сделали НГС секвенирование нового поколения, да, себе панель генов, и у вас там, например, тоже всё хорошо или что-то есть, рекомендация, да, сдайте спинальную мышечную атрофию. Это тоже ограничение метода. Вот. Всегда это важно знать при планировании семьи. И что ещё относится, например, к тем вещам, которые следует знать, если мы уже заговорили про гентест. То, если у вас в роду были какие-то наследственные заболевания, или, например, подозревается наследственный тип онкологии в семье, то обычно скрининговый тест вам уже не подходит. То есть, скорее всего, ну, нужно с генетиком это будет обсудить. Скорее всего, понадобится уже более глубокое диагностическое исследование. Стоимость... Я забыла, сколько стоит гентест Атласа. По-моему, он стоил там в пределах 20 тысяч. Бывают часто скидки. НЖС секвенирование стоит где-то 40-45 тысяч. Цены... Сейчас говорить о ценах, вы сами понимаете, не совсем имеет смысл, потому что мы сейчас все в такой ситуации, что, скорее всего, все цены в рублях будут расти. Не знаю, сколько это будет в будущем стоить, но пока есть возможность, да, по старым ценам сдать, если вы вдруг хотели это делать в ближайшее время. Вот. То есть, любые методы имеют свои возможности ограничения. И для меня одним из важных таких критериев, если мы говорим, хороший это гентест, словно говоря, неплохой, является возможность обсудить результаты с врачом-генетиком. Не с генетиком, там, биологом или еще каким-то, а с врачом-генетиком, который консультирует по планированию семьи, по онкологии и так далее. То есть, чтобы вы могли задать все вопросы, и чтобы у вас не оставалось... Сейчас, простите, да, по-английски это называется false reassurance, что ложного ощущения того, что у вас вообще все хорошо и ничего дальше делать не нужно. Вот. По-хорошему, после генетических исследований ни у кого не должно возникать таких чувств, потому что генетика, генетические исследования не являются исключающими. Ну, к сожалению, так и есть. Но генетика позволит в огромном проценте случаев поставить диагноз. Смотрите, у меня тут вторая часть лекции есть. Это про те тесты, которые сдавать как бы не имеет смысла всегда. Вот. Это тесты... Сейчас попробуем. Ну, давайте сюда. Это тесты, связанные с полиморфизмами фалатного цикла, свертывающей системы крови и гистосовместимость супругов гены HLA. Просто запомните, что их сдавать не нужно, даже если вы столкнулись с проблемами бесплодия, невынашивания, да, и так далее. Конечно же, есть свои некоторые особенности, кому нужно сдавать. Но, скорее всего, нужно сдавать только на гемостаз. То есть это мутации в пятом, втором факторе свертывания крови. То есть то, что приводит к тромбозам, например. Вот. И то это должно быть в семье в случае ранних тромбозов или у человека, у самого должны быть тромбозы. Именно не то, что замершая беременность, это не тромбоз. Вот. То есть эти исследования нужно выполнять строго по показаниям, потому что среди всех людей, у которых могут быть эти мутации, только где-то 5% среди всех людей с этими мутациями имеют какие-то клинические проявления. Поэтому врачам, может быть, легко прицепиться за эти мутации, но по факту, именно вот в пятом и втором факторе, но по факту тут ничего сдавать обычно не нужно. Вот. И что касается фалатного цикла, да, есть рекомендации тоже американского общества генетики человека, акушерогинекологов. Это тесты, которые относятся к нерекомендованным. Всем нужно пить фолиевую кислоту. Хотите пить метилфалаты? Пейте. Никто вам это запретить не может. Главное, в нормальных дозировках. И, конечно же, по гистосовместимости некоторые исследуют гены HLA у супругов, чтобы понять, насколько мы вот совместимы. Нет такого. Все мы совместимы, как бы. Только в некоторых случаях важно, может быть, женщине важно знать, почему у неё случается потеря беременности мужским плодом. То есть у некоторых скандинавских женщин есть определённые варианты генов HLA, которые повышают риск повторного прерывания, самопроизвольного прерывания беременности мужским плодом. Такая есть только особенность. И всё, больше никому эти тесты сдавать как бы не нужно. Сейчас мой любимый слайд. Это эмбрион человека. Как раз здесь такой красивый. Смотрите, сейчас посмотрим вопросы. Сейчас я вот с этим разберусь. Про мутации, приводящие к глухоте. Интересно, был ли пост? Простите, нет, у меня не было поста, но я напишу об этом. Какие обязательные генетические анализы проходят доноры половых клеток? Слушайте, вы как будто были у меня на... Когда я выступала на конференции «Краеугольный аспект репродуктивной медицины». У меня как раз доклад был на эту тему. Кстати, он наверняка есть где-то в Ютьюбе. Именно генетическое обследование доноров. По сути, на усмотрение пары, которая берет эти донорские клетки. Но я бы то же самое. Здесь никаких других особенностей нет. То есть нужно понять, что за этнос был. И сделать такой же скрининг, или расширенный даже скрининг. Часто лаборатории, такие современные, которые уже имеют при себе банк репродуктивных тканей, они уже обследуют доноров. Поэтому я вам просто рекомендую выбирать такие банки репродуктивных тканей, которые уже обследовали генетически своих доноров. Такие есть. Вот. Даже подмигнул. Не буду вам рекламировать кого-нибудь. Вот. Да, смотрите, что касается вообще доноров, или там любых людей, даже после генетических исследований на носительство, все равно есть остаточный риск того, что может произойти до нового мутации. От этого никто абсолютно вообще не застрахован. То есть до нового мутации, это которые происходят уже в клетках эмбриона на ранних стадиях. Никто не застрахован. Та же карликовость, она в основном связана с до нового мутациями. То есть если об этом думать, можно просто сойти с ума. Поэтому рекомендованы просто скрининги беременности, УЗИ и так далее, чтобы выявить хоть малейшие намёки на то, что у ребёнка есть какие-то заболевания. То есть здесь всё выявить, к сожалению, невозможно. И больше таких вопросов в рубрике «Вопросов» именно не было. Постараюсь почитать теперь ваши комментарии, почему происходит трисомия 21-й хромосомы. Почему она происходит? Вообще очень интересно, мне это очень нравится. Потому что наша яйцеклетка женская, то, что овулирует, та наша половая клетка, она делится, то есть отдаёт лишний генетический материал, то есть она делится, грубо говоря, последний раз надвое. Вы не поверите в тот момент, когда сперматозоид уже проник в неё. То есть это из серии. «Дорогой, я уже выхожу, а сейчас сама только голову моет». То есть то же самое. Поэтому женские половые клетки избавляются от лишних хромосом после оплодотворения. И чем мы старше становимся, тем наши половые клетки хуже избавляются от лишних хромосом. А 21-я хромосома, она самая маленькая. И поэтому иногда она просто притягивается к второй, и как бы всё окей, как будто бы. И остаётся в геноме будущего, в зиготе. И от отца ещё 21-я хромосома приплывает. И таким образом получается у нас три 21-е хромосомы. Это всегда вещь, которая наступает уже после оплодотворения. Поэтому есть возможность провести скрининг на 10-й неделе, сделав неинвазивный пренатальный тест. Ну раз уж мы об этом заговорили, сдайте свою кровь, две пробирки, и вы сразу узнаете, есть ли там синдром Дауна или нет. Мой инстаграм ирина.жигулина через е. Не знаю, могу, конечно, поделиться. Надеюсь, Атласен не против будет. Сейчас где-то у меня есть первый слайд, если будет видно. А, нет, не видно тоже. Ну, в общем, да, я надеюсь, вы меня найдёте. Найдёте я. У меня жигулина.ком есть сайт, если что, там куча всякой полезной информации. Вот. Какая причина? Так, это яйцеклетка. Да, в основном яйцеклетка, да. Но у мужчин есть тоже. Мужчины тоже бывают виновники некоторых наследственных состояний. В основном возраст мужчины коррелирует с психиатрическими заболеваниями, с аутизмом, с эпилепсией. Вот мы имеем в виду мужчину старше 45-50 лет, потому что у него тоже возникают мутации уже точечные в клетках-предшественниках сперматозоидов. Вот. Поэтому, ну да, здесь как бы женщина с точки зрения синдрома Дауна в отношении других вещей, ну, обычно поровну. Так. Ну, нужно ли сдавать спермограмму? Ну, если есть проблемы с зачатием, то да, нужно сдать обязательно. На что обратить внимание? Ваши репродуктологи обратят внимание на подвижность, на количество живых сперматозоидов и так далее. Ну вот, там свои показатели есть. Ну, вроде бы, вроде бы всё. Да? Или нет сейчас? Мы будем... Я буду отвечать на вопросы, которые связаны с темой лекции, поэтому на какие-то вещи просто пока я не буду отвечать. Это будут другие исследования. Как вы думаете, в России когда-нибудь будут проводиться генетическое тестирование за счёт государства? Да вы шутите. Мне кажется, нет. Ну, это как-то, мне кажется, какая-то наша мечта. Потому что за счёт государства у нас, простите, даже не все дети с наследственными заболеваниями получают лечение. Если интересно, то спинальная мышечная атрофия, одна инъекция, там курс из трёх инъекций, да, именно генная терапия, стоит 2 миллиона долларов. Вот. И не все дети получают это за счёт государства. Поэтому нет. Скорее всего, нет. Особенно в текущей ситуации. Так. Полный геном. Чем отличается от генетического теста? Ну, смотрите, полный геном — это секвенирование, ну, вообще всей ДНК. Кодирующей части и не кодирующей части. А генетический тест — это исследование определённых точек в определённых генах, которые нам были заведомо интересны. Вот. Отличаются полнотой исследования. Так. Хорошо. Вроде бы... Я просто листаю наверх. Уж простите, что я так зависаю. С аутоиммунными заболеваниями. Ну, здесь это ревматолог вам скажет. То есть аутоиммунные, они обычно с предрасположенностью только заболевания. И все им... Ну, можно и беременеть, и рожать. Даже с наследственными заболеваниями можно и беременеть, и рожать. Со многими. Так. Смотрите, я, наверное, закончу эфир уже, чтобы он сохранился, чтобы он длился меньше часа. Да, тестатласа может пригодиться при планировании беременности, но если вы не смотрели, предлагаю вам заново посмотреть этот эфир. Я говорила, что нужно тогда доздать, например, тогда на спинальную мышечную атрофию. Почему укол такой дорогой? Потому что фармкомпании долго разрабатывали, его вкладывали огромное количество денег, и теперь им нужно отбить эти деньги. Ну, это... Генная терапия, она всегда дорогая. То есть это не просто лекарство, а это изменение там в гене, в конкретном. Кстати, об этом расскажу потом как-нибудь. Вот. Результат атласа является научно-исследовательским. Можно... Нужно ли подтверждать результат? Если доминантная мутация, конечно. То есть если доминантная мутация, обязательно подтвердите, потому что от этого зависит ваш прогноз. Если вы вдруг сомневаетесь даже в рецессивной или планируете семью, тоже лучше проверить методом секвенирования по Сенгеру. Вот. Спасибо вам, что смотрели. Прямой эфир. Мне было очень приятно отвечать на ваши вопросы. Я надеюсь, мы не последний раз с вами пообщались. И обязательно обсуждайте результаты генетических обследований с врачом-генетиком. А лучше узнаете подробнее о генетических исследованиях, которые могут быть показаны вам перед тестом. Ну, собственно говоря, надеюсь, я вам тоже чем-то здесь помогла. Вот. Хорошей вам субботы. И эфир сохранится. Поэтому сегодня еще можно будет пересмотреть. Вот. Всего хорошего. До свидания. До свидания.